Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой сегодня играем в хоррор под названием The Beast Insight. Если мне память не изменяет, то он индюшный, и не будем медлить, нажимаем просто новую игру. Приключения для тех, кому интересна история, балла стандартный, головоломки, элементы экшена, зверь для тех, кто хочет испытать себя. Давай стандартный выберем, ну чё-то типа как бы, чё-то средненькое. Посмотрим, чё это за игрушка, не знаю насчёт прохождения, как долго оно должно времени занять, и может быть даже получится за одну серию, но как-то я чё-то сомневаюсь после слова глава 1. Нажми любую клавишу. Здесь есть русский язык, это меня радует, кроме озвучки, конечно же. Где я? За что? Господи, за что? Адам! Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из работы Адама? Чего тебе надо? Зачем ты мучишь нашу семью? Ой! Нет! Адам! Нет! Что ты сделал с Адамом? Господи! На войне без потерь никуда. Какая война отходит? Никакой войны нет! Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью, но ты разрушила эту мечту. Фотографии, жучки, угрозы. А теперь ты убил моего... Не подходи! Не смей! Они уже знают о тебе. Они наблюдали за этим домом. Тебе не позволят. Тихо. Нет! Что ты творишь? Что же ты творишь? Провожу линию фронта. Интересно получается. Я прочитал, типа, что здесь какая-то война что ли идет. Мы попадаем в особняк. Какой-то код должны расшифровать. Еще что-то. Ну-ка. Старый добрый. А, президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы. Какая советская угроза? Да о чем вообще? Турум. Турум. Надеюсь, что не будет здесь никаких авторских прав. Поэтому я буду разговаривать все время, когда будет играть эта песня. Надеюсь, 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 что не будет авторских прав. Хотя я потом вырежу просто, если что, вдруг, да? Хотя хуй его знает. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да, уж будет трудно, но... Это ведь ты говорил, что хочешь выбраться из города, ощутить зов природы. Все... Всего на выходные, родная. Не на всю жизнь. А кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Серьезно? Эмма, мы не знаем ни какой сегодня день, ни сколько сейчас времени. Обхохочешься. СМИ и так постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том и речь. Если я не разгадаю шифр, вся эта страна превратится в здоровенное ядерное грибище. Адам, хватит! А с другой стороны, может, эта развальна обрушится на нас раньше, чем ребята врежнего нажмут на красную кнопку. Никакая это не развальна. Этот дом тебе подарили родители, и ты должен быть им благодарен. Сам посмотри, выглядит даже лучше, чем на фотографиях. Мне кажется, я где-то этот дом уже видел. Наши вещи уже здесь. Эти ленивые грузчики даже не удосужились дождаться нас. Ничего, мы и сами занесем все внутрь. Ага, на неделе я буду нарываться, а ты командовать. А, на деле. Нормальный дом. Машин, правда, не очень, но... Три часа в дороге, и вот мы на месте. Здесь кажется тихо и спокойно. Может, я, наконец, смогу сосредоточиться и расшифровать эти чертовые телеграммы. Милый, не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Я сейчас поправлю немножко, чтобы это... Поправочка. Здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Так. Что у нас здесь имеется? Осмотр. Чтобы использовать... А, используйте мышку, перемещайся на васт. Нажми тап, чтобы проверить диктофон. Адам записывает разговоры и свои мысли о происходящем на диктофон. Давай чувствительность чутка я это уберу, потому что как-то очень больно... Больно, больно гром... Больно быстро двигается мышка. Куда-нибудь в 0,5. Во, вот оно... Оно самое то. Нужно затащить эти коробки в дом. Нужно поставить ее на стол наверху. А здесь еще и... Ой, господи. Не люблю хорроры, в которых нужно двигать что-то. Поставить коробку на стол наверху. Ну, пойдем наверх и на стол поставим эту коробку. Блин, знакомый, да более дом. Почему-то он мне напоминает какой-то вот прям... Не знаю, прям что-то он мне напоминает. Там что-то работает. А что там работает, неизвестно. Пойдем поскорее поставим на стол. Не тот стол, не этот стол. А какой же стол наверху? Где здесь стол наверху? И не этот. И здесь все закрыто. А здесь открыто. Ну-ка... Подожди-ка. Может быть я что-то не понимаю? Смотреть. Выглядит несчастным. Не переживай, дружище. У тебя есть крылья. Значит ты всегда можешь улететь в место получше. В отличие от меня. Да не видно, что он может улететь. Он, смотри, с тележкой ходит. Видать, работает. Стола я тоже, кстати, не вижу. И здесь тоже. Это что такое? Трось для опускания чердачной лестницы. Взять. А здесь есть чердак, да? Да, вот чердак. Не знаешь, зачем я это все делаю сейчас? Мне нужно это делать сейчас или же нет? Или же я сейчас делаю какую-то неведомую ерунду? Так, нужен ключ. Ну ладно. Удерживая ЛКМ, тяни, толкаем мышкой, чтобы открывать дверь ящики-контейнеры. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это сложно-то все. А я же в панике это все не успею сделать. И не пойму, что делать надо. А сесть можно? Можно сесть. Бросить можно, но ничего не разбивается. Ладненько. Так, это все ерунда. Слушай, как много всяких интерактивных здесь предметов. Так, это тоже нельзя ничего сделать с этим. Ускакал. Сейчас пошарю по ящикам, посмотрю, что здесь можно взять, что здесь можно убрать. Где здесь можно найти ключ какой-либо. Библия, Библию вижу. Но с ней тоже ничего нельзя было сделать. Зато можно шкафы закрывать сразу книжками. Пойдем вот сюда сходим. Он весь сверкает. Видимо, здесь что-то можно сделать. А, может быть, на этот стол нужно поставить вещи. Че я туплю-то, погоди. Где коробка? Где коробка, которую я тащил? Вон она коробка, ты я от нее убежал. Ну-ка. Ну, блин. Да, коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. В смысле коробка на месте? Она же, везде всего одна на месте. Остальное-то все не на месте. Так, это что у нас тут? Сигаретки. Бинстон. Это почти как Винстон, только Бинстон. Я все понял. Ой, батареечки. Угу. Ну, на самом деле, если игра будет страшной, то я не знаю даже, смогу ли я сегодня уснуть ночью. Просто я не играл в эту игру. Собственно говоря, не видел ее ни разу. Но... Ты знаешь, к кому я обращаюсь. Все будет на твоей совести, если мне будет очень-очень страшно. Так, ладно, все позакрывал. Пойдем туда зайдем. Возможно, где-то есть... Так, тап. Записки, предметы. Мне коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть коробка. На чердак я почти забрался. Мне нужно только ключ найти, и... Тогда я смогу... Сейчас я поправлюсь. Сяду поровнее. А то получается, что я неудобно сижу, и мне неудобно играть, и неудобно говорить, и вообще все. Все не так, как надо. Вот. Надо найти всего лишь ключ, и тогда мы с тобой сможем подняться на чердак. Наверное, ключ находится где-то... Ну, что такое? Чё так близко находишься-то? Ключ где-то находится, скорее всего... Ну, где-то... Где-то вот... Где-то, скорее всего, где-то он нах... Опа. Я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Давай возьмем. Ой, какой ты сильный мужик-то. Такой телевизор хрен поднимешь. Я таскал такой телевизор. Уж я знаю, о чём говорю. Он килограмм... 50 весит, наверное. А может, и все 40. Ой, блин, может... Ну, пусть 40 будет. Сам пошутил, сам посмеялся. Так. Ну, почему на контрол-то он не садится? Одни банки, склянки. Ничего полезного нет. Ладно, пойду. Пойду, значит, так. Ещё поправлю вот это. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, это ещё не так, как я хочу. Пойду вниз схожу. Возможно, где-то внизу есть ключ. О-о-о. А почему не открывается? Что такое? Где ключ от чердака? Помогите мне, пожалуйста, его найти. О, записочка. Мне бы тоже не помешало прочитать её, чтобы с пониманием относиться к Эмме и её Закидонам. Зет читать. Это не кошмар. Пусть иногда вам и кажется иначе. Руководство по беременности для думающих женщин. Хорошо, понял. Это мне не нужно. Так, здесь что у нас с тобой находится? А, ничего. Да вытянись ты. Ничего полезного. Здесь что? Тут закрыто. Ой. Так, а, ой. Здесь тоже что-то открывается. Здесь пусто. Этот комод пустой. Этот комод пустой. На самом деле. На чердак без трости не попасть. Да я уже попал на чердак. По сути-то я попал на чердак. Ой, записочка. Письмо от мамы. Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своём детстве. Она думает, что нам с Эммой будет здесь хорошо. И я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребёнка в Бостоне. Возьми записку. Блин, это всё открывается. Где? Ещё что-то. Слава богу, я теперь работаю удалённо. Мне больше не нужно ставить будильник на 6 утра. Да, теперь ты ставишь будильник на 7 утра. Так, больше ничего не жмётся? Ладно. Дергани ручку. Я хочу посмотреть, что внизу, что внутри. Записка. А, то есть это не записка, а просто так. Просто ерунда. В этих шкафах есть что-либо полезное? Я просто пока не понимаю, на самом деле. Есть ли здесь то, что мне нужно взять по сюжету или же тот ещё? Ещё, просто если я буду так открывать каждый шкаф, то это будет очень долго, очень муторно и кому-то, всем точнее, когда-либо это надоест. В первую очередь, конечно же, мне, а возможно и тебе. Ну-ка, возьми, вытяни. Ладно. Так, здесь что? Здесь закрыто. Здесь закрыто. Здесь сигаретки, молотки, гвозди и всякая ерунда. Это, видимо, тоже что-то очень интересное. Открывайте на себя. Открываться должны двери все наружу. Потому что техника безопасности предполагает, что ты выбежишь из дома и побежишь. Когда будет гореть здание или же тут ещё. Так, чё у нас там? Слушай, ну нет, там явно не будет находиться никакой ключ от этого, от чердака. Поэтому пойду-ка я, пожалуй, наверх. Может быть, игра ждёт, пока я пойду наверх. Возьму трость, а я-то её уже сделал, всё. Да вы издеваетесь, блядь. Адам, ребёнок всё слышит, даже в животике. Значит, он станет замечательным агентом, прямо как папочка. Родная, без ключа на чертов чердак не попасть. Скорее всего, он в ящике в столовой. Так я же был. Я ж там был. В ящике в столовой. Столовая это что? Смотри, ну это столовая явно, потому что здесь ложки-вилки. Ну-ка. Обыскать машину. Прости, кажется, я оставил ключ в багажнике. Как обычно. В бардачке, да? Или где? А, в багажнике. Блядь. Как всё сложно-то. И где здесь находится ключ? Ну-ка. О, вот он он. Ключ, которым можно открыть чердак. Взять. Пойдём наверх. Та, чтобы открыть инвентарь. Но он мне не нужен пока, подожди. Так. Найти краску на чердаке. Краска... Музычка какая хорошая. Слушай. Ха-ха-ха. Ну ты совсем, что ли? На самом деле, если я считаю, что это инди-хоррор, то абсолютно на это не похоже. Чего? Ой. Хлипкая половица. Под полом что-то спрятано. Нужно подпереть её. Может быть, здесь есть лом. Найти инструмент, оторвать доску. Я видел внизу. Лом. Вон там. Нет. Может быть, это был, конечно же, не лом, но я видел молоток. Это точно. Да кто там что делает-то, ну? Что там происходит? Я вижу гаечный ключ. Я вижу весь инструмент, кроме лома. То есть... А лома я не вижу. Лом-то где найти? Может быть, где-то здесь? Херес 2, да? Нет, лома здесь. Ну, тогда пойдём на чердак. Может быть, где-то здесь есть лом. Как много здесь фигурок? Ой, разных. Не бьются. Хорошо как. Статуэтка танцующей пары. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Какое скрытое послание я должен был... Интересно. Кому? Кому она принадлежала? Моей бабушке или кому-то ещё? Я-то откуда знаю? Есть на чё ещё посмотреть, нет? Видимо, нет. А можно как-нибудь ставить аккуратно? Нет? Или тут только бросается? Видимо, только бросается. Так, здесь тоже всё позакрывали. Ну, кто так делает? Так, наверняка игра не будет нас всё время кидать во все стороны. И... Где-то рядом должен быть лом. То есть, ну, глупо было бы нам ходить во все стороны, да? Это что значит? То вот, вот это и вот к нить я либо подпёр бы, да и всё. Ой, ангелочек. Ангел может спит, а может умер. Бедолага, жизнь его не пощадила. Сколько он здесь пролежал? Век, не меньше. А, в жопу смотрятся. О, у его ног, видимо, кто-то уронил... А, у него нет ног. Видимо, кто-то уронил его, да не слабо. Минуту. Это кровь или краска? Да хер его знает. Кровь это или краска? Так, ещё один большой телевизор. Поставлю на место, пожалуй, чтобы он не мешался. Так, давай найдём лом. Так, это явно не лом, но... Да, это мне не пригодится. Лом. Где найти лом? Лом можно найти где-то, где есть инструменты. Инструменты я здесь поблизости не наблюдаю. О, здесь можно прыгать. Ничего себе, как хорошо. Где здесь лежит лом? Я вижу кастрюли, я вижу всякие баночки, скаляночки. Всякие там разные вещички ненужные, возможно, даже кому-то нужные. Вижу здесь подметалку. Вижу здесь... Чё это такое? Не знаю, чё это такое. Вижу банки. Вижу телефон стационарный. Вижу ковёр. Вижу... Вижу... Картины. Не разбиваются. Может, окна открыть, а? Может, получше будет? Может, и открыть, слушай. Всё, открывай. Может, кто-то его спрятал, этот лом? Может, бабушка какая больная была здесь? И от неё прятали все железные предметы, чтобы она, не дай бог, в металлприёмку не сдала их. Ну, или же наоборот. Старые фото. В окно, нахуй. Так. Где-то здесь должен лежать лом. Прикинь, у меня будильник зазвенел. Будильник зазвенел, и мне игра... Ой, игра сказала. Мне телефон сказал. Всё, хорошо. Дозаписывался. Так, это что? Это газовый баллон. До сих пор лом я так и не обнаружил. Что меня, несомненно, не может радовать. Я должен был найти его сразу же. Нет. А-а-а, тут есть ещё один подъём. Твою мать. Этот лом может пригодиться. Да и логично, что может пригодиться. Я его ещё вообще-то хожу здесь уже полчаса. Открыть тайник. Да тащи, тащи. Да... Я уже во все стороны мышку вожу. Да уже открыл, ну... Что же там? Клад? Надеюсь, не порно-журналы прадеда. Почему надеюсь, что нет? Наоборот же весело. Посмотри, что он там смотрел. Какая-то... Какая-то интересная история. Что это? Отрывок из записки о Гальской войне. Юлия Цезаря. Помню, мы проходили её на латыни. Некоторые буквы выделены. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Инициалы Юлии Цезаря. Хе, да тут надо быть шифровальщиком, чтобы... Минуточку... Это ведь и... Что-то там... Он сказал, не знаю, что он сказал. Только почему здесь написано, что они равны? J равно C. Я ебушен. Почему? Какое-то устройство для дешифровки. А можно мне вот... Это устройство поможет мне расшифровать послание. Нужно разгадать шифр, чтобы открыть коробку. А какой шифр-то хоть? Шифр на чём? Записки. J равно C. Ну, J равно C и C, и чё уж дальше-то? Ну, пергамент с шифром. Здесь есть шифр, но чё здесь делать надо, я не пойму. Пойдём наверх сходим, тут ещё сундук какой-то есть. И есть топор. Нахрена в сундуке топор? Дека. У меня нет здоровья, это радует. Радует. Так, может быть надо вниз спуститься к жене своей? Она там может закончила уже всем заниматься-то, и мы просто посидим поедим. Окно открыть, проветрить там, я не знаю. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Может быть здесь есть что-то ещё? Шифр, говорит, разгадывай. Какой шифр я должен разгадать? Что я там должен был разгадать? Так, ладненько. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. Эти все двери закрыты, естественно, я, который нужно было открыть, открыл. Шифр здесь лишь на вот этой бумажке, больше нигде нет. Да? Я вообще на самом деле не понимаю, как это делается. Ну, понятно, что не должно равняться. Типа, я вижу здесь буквы. М, А, Ш. Они большие почему-то. М, Х, П, О. А, М, Х, П, А, О. М, Х, П, А, О. Давай пойдём в предметы. В диск. М, Х, П, А, О. М, Х, П, А, О. Ну-ка, дай мне бумажечку. Это вот что за загадка Так, бумажечку сейчас возьму Ну, пять секунд Пять секунд меня подожди Где мой карандаш? Вот мой карандаш МХПАО ФАИТХ Ну, давай попробуем его Запихать вот сюда Ну, выйди Ф ФА Буквы главные есть Ой, блин Самое главное, что есть буквы То есть, если бы не было, то понятно Да, смотри, как все просто Ну, как все просто Все это на всего полчаса потребовалось, чтобы понять, как это работает А так все просто, да Так, здесь что у меня? Старинный ключ, интересно, что он открывает? Я хуй узнаю, что он открывает Что-то старинное, скорее всего Добавлен в инвентарь Принадлежит Николасу? Кейджу, что ли? 27 сентября 64 года от Рождества Христова Вечер почти ночь Раньше я никогда Чего? Не вел дневник Но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания Кроме того, письмо проясняет разум Так проще отличать факты от собственных выдумок Мы за него, что ли, сейчас играть будем? А я же смотрел на нее Мама обожала ее Это подарок от друга семьи, но, по-моему, Анам Ему отсутствие туэтка пришлось не по нраву Он воспринял ее, как какой-то плохой намек Это подарок от партнера моего отца По-моему, его звали Джордж Когда я был ребенком, судьба сыграла что-то там Короче, нужно зажечь свечи и посмотреть вокруг Отца нигде не видно, но неужто я и правда рассчитывал, что он окажет мне радушный прием Я вообще читал... Десять лет назад он испарился Че ты там все записываешь? Хороше записывать, пойдем играть Че-то я насобирал, слушай Однажды я разозлил отца и он кинул мне фигуркой этой в лоб Нажмите пробел, чтобы продолжить Да я знаю, что там есть дневник и я просто как бы играю, а он не мешает просто Вот так вот он запульнул нам в бошку У меня есть две свечки И намек на то, что будет страшно Взять, конечно Взять, конечно Это можно бросить Так, где... А, фэ, 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 фэ Ясно Мой отец и его партнер несколько дней спустя после открытия при... перитовой шахты Зачитать Джейкоб Хайт и Джордж Уайтхед Четвертое апреля, восемьсот сороковой год Понятно Взять Но кто сюда эти... стулья-то ставит? Че у нас здесь? Мой отец купил эту землю практически за бесценок Его друг судья Нортон подписал договор и заключил сделку Вот так вот и решались вопросы в те времена Чтобы... А, мой отец знал, что под землей находится перит Но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту Тогда-то он и познакомился с Джорджем Затем отец построил гостиницу И какое-то время дела шли в гору Хорошее было время Но боюсь его уже не вернуть Звуки какие-то здесь Страшные Имеются И я понимаю, что что-то как-то Не похоже все это дело на симуляторы И мне сейчас как-то неловко Я не привык к такой сразу страшной атмосфере Просто прям после... после... После того, как играешь в... Какие-нибудь там... Сабнафтики, не сабнафтики Прям, чтобы вот так страшно было Ну, типа... Ну, типа как... Здесь темно, зажгу свечи Зачем? Да... Ага А где свечки-то можно зажечь? Вот свеча Зажег Че-то от нее светлее не стал, если честно По-моему, это обман Она светлее особо не делает Ну-ка Не дают открыть Ладничка Пойдем в ту сторону Свечки-то не разгораются Они как бы... Как горели, так и горят Очень тускло Эй Сейчас как подпалю этот шкаф и все И куда? Наверх теперь? Нужно зажечь побольше свечей А где их найдут тебе? Дружище А, вот Вот еще одна свечка Давай эту зажгу Где тут еще одна есть? А, вот еще одна Мы че сейчас, духов призывать, что ли, будем? Зачем тебе свечи? Что там наверху? Да я хуй знает, что там наверху Пойдем Стул! Ёпти Кто тебя уронил-то, ну? Че за звуки? Проклятый ветер Я же затворил окно Не, кстати, я его открыл Пойдем дальше Вниз Мы же там закончили, правильно? Че я делаю здесь? Не знаю, но мне очень страшно Мне реально очень страшно Я не знаю почему, но Как-то все-таки бульонки трясутся Вот этот угол совсем не освещается И что-то с ним нужно делать А А, это маленькая свечка Так, но у меня больше спичек-то нет Че делать? Одна спичка всего осталась Как быть, как жить Вижу еще одну свечку Может быть Где-то есть спички? Есть Пойдем сходим на второй этаж Я просто уже замучился здесь ходить Если честно Не пойму, че здесь нужно сделать Че от меня, мать его, вообще требуется-то? Может в окно надо выйти? Или че-то еще сделать? Че он там за огонек горит? Может быть куда-то в ту сторону надо заходить? О, еще окно Так, ну Здесь ничего нет Так, че это такое? Катсцена пошла, ну Смотри-ка Эй, что вы тут делаете? Это частная собственность Да Кстати, че ты здесь делаешь? Куда ты пошел? Может его можно поймать? Пойдем поймаем Эй Вы еще здесь? Это что такое? Это пенек Он указывал на сарай Сарай это вот это или что? Нихо это не сарай А, слушай, это может и сарай Ну пойдем за ним сходим Так, че это? А Ерунда какая-то Эээ Так Странно Внутри горит свет, но дверь заперта Может тут найдется чем разрезать цепь? Может и найдется Давай посмотрим О, че-то Че-то горит Болторец Слегкостью разрежет любую цепь Ну, кто бы сомневался Так, ладно Так, ладно Давай разрежем цепь Чего? Чего? Чего-то шумит сзади меня Вот эти интерактивные ерундовины Они меня прям не знают Не радуют совсем Че здесь у нас с тобой? Черт Что же здесь происходит? Труп, что ли, какой-то? Это шляпа моего отца Ничего себе Хорошая шляпа, слушай, дядь Подвал Это что, какая-то подсказка? Нужно разобраться Подвал Пожалуй, я возьму Че здесь можно взять? Спички Эээ Брички Че? Я успел только понять Ой, я успел только подумать Что-то не так И оно пропало Поверните, чтобы обнаружить Скрытое послание Чудовище А, чудовищное преступление Потрясло миролюбивых местных Ну, жителей Вызванный в гостиницу помощник шерифа Подтвердил факт гибели мужчины На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести Мучитель проявил необычайную жестокость У жертвы было перерезано горло По всему телу обнаружены многочисленные ранения И ожоги Свидетельствующие о продолжительных пытках Интересно Это батю, что ли, убили? Или че? Что, столько убийства здесь Джон Нортон? Это имя где-то я слышал Джон Нортон Хрен его знает Слышал ты или нет Но факт остается фактом Кого-то убили Да выйди ты Не хочет мне гоняться за этим бродяга глухой ночью Пойду-ка я в дом Ну пойду-ка я в дом А вот этой лампочки уже не было здесь Верно? Ну да, не было Ну и взять ее нельзя Давай-ка я перезаряжу-ка пожалуй Перезаряжу пожалуй я Керосиновую лампу И со спокойной совестью пойду Здорово Что? Вы что-то там это Как быстро все это прошло Дай почитаю Внутри тоже небезопасно В доме теперь тоже творится это безумие Он был так близко Я почти мог до него дотронуться А потом он пропал Не спрятался Просто испарился Если это произошло на самом деле То получается я видел призрака Может у меня воображение разыгралось Но это значит что я сошел с ума Мне не нравится ни один из его вариантов А ни один из этих вариантов Кто он такой? Что ему от меня надо? И почему это происходит? Я ведь только начал приходить в себя После того как провел добрый десяток лет В том ужасном месте В дурке что ли? Скорее всего в дурке наш главный герой был Как в подвал-то опуститься, ну? Свечки все по-это по-это по-выключал Ну пойдем Опа А вот и дверка Осмотреть Отец никогда не умел выражать свои эмоции Но когда ему было грустно Он брал в руки этого ангела Молодец Так Кастрюльки Шкафчики Прям кукинг симулятор Хоть бери да записывай Бля Тихо ты Че так делаешь-то? Фу, бля Чуть не обосрался Я опять со столом вместе подпрыгнул Страхно Страшно аж было Вот это вот страшно было Вот это я испугался Сейчас 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 Вернусь я сюда Сейчас я вернусь в жизнь И продолжу играть Так, че это? Че это было? Это была скляночка Она мне не нужна Мне нужны Керосиновые эти Баночки С керосином Че у меня здесь? Свечку подожгу, пожалуй Ну хуже не будет, правильно? Да хватит там На мопедах ездить, ну Реально Звук, а вот на мопеде кто-то ездит Так, столовый прибор мне не нужны Я все-таки это Аппетит еще не нагулял Ну-ка Чего на себя-то открываешь? Ну Что там такое? О, кровища Ну-ка Спички Брички Откуда вся эта кровь? Господи боже Здрасте А давай-ка я тебя Вот на превьюшку поставлю Ну хуже-то не будет Хотя хрен его знает Может че еще страшного найду Че-то тут прям вообще кровища Как будто я не знаю Паран Кто там? Да откройте, ну Ну-ка Да что ты, ну Застрял, представляешь? На ровном месте Ну диван этот двигать тоже надо Постоянно, ну Подвинь ты чуть-чуть еще его Да чтоб тебя, ну Самое страшное здесь Это двигать диван Или кресло Че это такое? Ну-ка, все Кто здесь был-то? Ну, видать Посмотрим, хорошая ли это идея Да кто тебя знает Ой, это подвал Дядя А ты куда? Ой, крысы Крысы Интересно А откуда они здесь завелись? А ну, блин Здесь же никто не живет Уже 10 лет Я так понимаю Так Коняшка А ты че здесь стоишь одна? На улицу у тебя Красивая такая 18 спичек нашел Аж смотри Так Здесь че у нас с тобой? Лестница Она мне не нужна Вот Предмет Добавлен в инвентарь Первая реклама Гостиницы Моего отца А он тогда сказал Мы справились Сынок Гостиница Hillside Inn Открыто 40 комфортабельных мест Райский уголок Будем рады вас видеть Вращать Понятно Взять Здесь больше ничего нет Здесь тоже больше ничего нет Здесь куда? Подъем в никуда Понял Так Лампа горит И врут календари Так Точнее не врут Получается Потому что там же Не горела лампа И врали календари И здесь получается Горит лампа И не врут Так Здесь тоже ничего нет Получается Получается что Получается что-то так Да Куда это кто? Куда-то кто-то пополз Опять дядька Опять бегунок Куда-то кто-то бегает Куда-то кто-то дергается от меня Давай вот тебя поставлю на превьюшку Ну типа хуже-то никому не будет Какой-нибудь портрет да надо поставить Ну красивый все-таки Так, что там такое? А двигать ничего не могу Двигать я это не могу подвинуть Кто-то Кто-то явно Кто-то явно что-то здесь сделал Может быть есть другой вход Да я пытался его сделать А Нужно очень много дергать Левую кнопку мыши Ну Фонарь ты мне включи Не открывается Может в моем чемодане Найдется что-то Что может открыть эту дверь Выбраться из подвала Ножницы с проржавевшими лезвиями Они очень старые Но до сих пор рабочие Давай возьму Если рабочие Почему бы их не взять? Здорово А Мне мерещится? Ну видать да Но я весь в мурашах Вот это точно мерещится Точнее Это точно не мерещится Покрылся мурашами весь Представляешь? Сижу какая-то В пупырках Не, ну ты глупостями не занимайся Что это за чертовщина? Похоже на корни Нужно избавиться от них Прежде чем уходить из подвала А ты и не уйдешь из подвала Ой, фу Эээ Ну Ну Еще один корешок Надо от этого отрезать же Ага Пойдем Что здесь нужно сделать? Новая запись в дневнике Кто там ходит? Эй А Вот он он Смотри стоит Слышь, я иду за тобой Уже часы 12 бьют Куда спрятался-то? Псина Убежал от меня Слушай Воришка Таинственный ключ Понятия не имею Зачем я его взял Но Туда, где провел Последние 10 лет Я даже не помню От какого он замка Ну, сейчас найдем Да закройся ты Я хотел окно закрыть Дверь открылась Блять, слушай Что-то Что-то прям как-то Что-то прям как-то Даже не знаю И кто там? Вы кто такой? Я вас не звал Идите на хуй Отойдите Слышите меня? Держитесь от меня Дальше Сейчас прыгнем Ну Как я Как Как знал Как знал Чуть за клоун-то хоть ходит Я не пойму Черт Чумной доктор Или Может профессор какой Шляп красивая какая Не знаю Глава 3 Давай на этом закончим Потому что что-то я уже Это Даже не знаю Подустал Можно так сказать Если надо до конца Пройти Пишите Там я Дальше пройду Если понравилось И на этом Давай прощаться Спасибо большое за просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся с тобой В следующих видео В следующей Возможно серии Если тебе понравится Обязательно пиши В комментариях Подписывайся Также На паблик вконтакте Который Ссылка на который указана В описании И Всем до скорой встречи И всем пока